Здравствуйте! Вы смотрите воскресные новости ТВК, где мы свободно, без цензуры, говорим о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Сейчас главные темы этого выпуска. Пресс-конференция Владимира Путина. На какие вопросы ответил президент и что осталось за кадром протокольной съемки? Глава департамента транспорта сообщил о своем уходе в соцсетях, почему самый непопулярный чиновник мэрии решил покинуть свой пост. Чуть ли не историческое событие. В Красноярске открылся первый Макдональдс. Почему сеть фастфуда наделала столько шума? Дорогой Новый год. Во сколько обойдется праздничный стол и насколько выросли цены на заграничные путевки? Самое яркое и заметное событие недели пресс-конференция президента Владимира Путина. Мероприятие это ежегодное, традиционно проводится за несколько дней до Нового года. Формат предполагает, что глава государства ответит на вопросы и тем самым подведет итоги уходящего года. В этот раз по количеству участников пресс-конференция вновь побила рекорд. Более 1700 человек. Чуть менее четырех часов в прямом эфире президент отвечал на вопросы собравшихся. На пресс-конференции присутствовала и наша съемочная группа. Сейчас тезисно о самых важных моментах пресс-конференции. Итак, началась пресс-конференция с традиционного подведения итогов. Владимир Путин коротко озвучил цифры, которые, видимо, должны были убедить. Все, что должно расти, а это ВВП, промпроизводство, инвестиции, золотовалютные резервы, доходы населения, в России растет. То, что должно сокращаться, например, безработица, соответственно, сокращается. В общем, экономика развивается с положительной динамикой. Зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд реальных располагаемых доходов населения. Где-то по последним данным он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы. За первые 10 месяцев текущего года это 7,4%, а по итогам года ожидается где-то 6,9%, около 7%. Эти слова многих как минимум удивили. Ведь в реальной жизни никакого роста мы не видим. И это неоднократно подтверждали эксперты и экономисты. Население беднеет, цены растут, а рост зарплат, если и был, то коснулся он, очевидно, немногих. Но цифры в отчете президента почему-то говорят об обратном. Это ли не странно? И вопрос о достоверности статистики, кстати, прозвучал. Ответ удивил еще больше. Дело не в подсчетах, а в способе донесения информации. Нужно лучше объяснять людям, откуда берутся эти цифры, что они значат, и как на них реагировать. Потому что когда просто голые цифры преподносятся и говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее, а люди видят, как вы говорите, реальное повышение ценников в магазинах, то тогда это вызывает недоумение и недоверие порождает. Весьма странное противоречие. Зачем же нужно в таком случае озвучивать статистические данные, если они, как сказал сам президент, вызывают недоумение? Еще одна деталь в словах президента, которую позже отметили эксперты, слова про прорыв. Прозвучали они в самом начале. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. «Нужен прорыв» звучит, как лозунг, который последнее время президент неоднократно повторял. Но выглядит это, как «пойди туда, не знаю куда». Пустые слова, которые к реальным задачам или реальным действиям не имеют отношения. Кстати, про задачи и их исполнение. Прозвучал вопрос и о председателе правительства Дмитрии Медведеве. Доволен ли президент им и его командой? Путин ответил коротко. Да. Если анализировать состав вопросов в целом, то о происходящем в России говорилось не так много. Пытки в СИЗО, отмена концертов рэперов, утилизация мусора. Были и вопросы, которыми, как говорится, отрабатывали повестку. Например, рост НДС или введение налога для самозанятых. Но все же большая часть вопросов довольно абстрактные и касающиеся международной повестки. Например, про ядерную войну. Первый канал попросил успокоить всех, кто ее боится. Отношения с Китаем, Турцией, Америкой, Арменией. От региональных представителей СМИ помогите открыть стадион, помогите ребенка на лечение привезти в Москву, помогите восстановить Качинское училище, будут ли строить мост в Якутии, обманутые дольщики. Один из немногих актуальных вопросов про выборы в регионах и победу оппозиционных кандидатов. Это же ведь не первый случай, когда у нас побеждают на выборах представители оппозиционных партий. Разве их не было? ЛДПР уже несколько лет возглавляет представитель ЛДПР, возглавляет Смольенск. В Омске, уму, от Единой России, в других регионах представители КПРФ есть. Ну и что, они работают нормально. Я в партиях не состою, я создавал Единую Россию, это правда. Президент не состоит ни в каких партиях. И для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию Единой России, ну и что, это их выбор, мы всячески будут только помогать любому избранному руководителю региона. Но как не прискорбно это признавать, один из самых ярких моментов – это вопрос о личной жизни президента. Госканал они спросят, а когда вы женитесь? Это совсем разные вопросы. А вы женаты? Да, не шли. Он женат и хочет, чтобы у меня было тоже так же, как ему. Ладно. Значит, ну ладно. Значит, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать. Ну а главными событиями года Владимир Путин назвал выборы президента и чемпионат мира по футболу. А что осталось за кадром протокольных съемок и какие вопросы не нашли ответа президента в следующем репортаже. Проверка документов, личный досмотр, металлоискатели, скучающие полицейские на входе. Так для журналистов начинается пресс-конференция президента. До начала еще 4 часа, а помещение уже заполнили представители СМИ. В этот раз их рекордное количество – более 1700 человек. Одни неспешно завтракают, другие спешно дорисовывают плакаты, третьи рисуют себе лицо. Что вы делаете? Что мы делаем? Готовим очень сложно. Почему вы делаете это здесь? Где было место? Мы можем везде. Те же, кто к конференции уже готов, выполняют, пожалуй, самую важную миссию пред началом этого события. Стоят в очереди. 2,5 часа до начала пресс-конференции. Обратите внимание, какая уже скопилась очередь возле входа в зал, где будет проходить пресс-конференция. В общем-то, это неудивительно, потому что каждый представитель СМИ рассчитывает занять удачное место, сесть поближе к президенту и, соответственно, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, чтобы задать свой вопрос. Вы первой в очереди стоите. Как вам это удалось? Со скольки вы здесь? С утра пришел. Ну, со скольки? С полуночек. Ну, где-то 108. Для вас принципиально пройти первым? Да, мне просто надо занять нормальное место. Но удачное место далеко не всегда залог успеха. Многие делают ставку на внешний облик. Девушки в красных костюмах и с откровенным декольте уже неотъемлемый атрибут. Чуть оригинальнее смотрятся костюмы национальные, но главный символ пресс-конференции – плакаты. Они в руках у каждого второго. Здесь надписи, рисунки, фотографии. Например, такая – с обнаженным торсом президента. Всем известно, что Владимир Владимирович очень любит у нас отдыхать в республике Тыва и рыбачить. Я решила, что вот эти воспоминания должны как-то на него повлиять, и он обратит на меня внимание. Я собираю шапки, коллекционирую, примерял разные, надел эту с Казахстана. Подумал, что она выглядит достаточно одиозно, интересно, должна привлечь внимание. Третий год испытываю внимание пресс-секретаря президента. Я чувствую, что где-то взгляд его цепляется за мою макушку, и, видимо, мысль такая. Если у нее такое на голове, то что у нее в голове вообще никто не знает. Хотя очевидно, что в голове у каждого заранее заготовленный для президента вопрос. Приехала с вопросом о развитии малых городов в Сибири, которые сегодня полностью зависят от добычи полезных ископаемых. Мне больно за судьбу малых городов России. Я хочу спросить президента, планируется ли увеличить федеральную поддержку. Можем ли мы рассчитывать на поддержку федеральных властей в дальнейшем продвижении Екатеринбурга на международной арене, в первую очередь строительстве метро. Вопросы оригинальных журналистов преимущественно сводятся к одному. Помогать будете? Это уже годами сложившаяся традиция. Ведь если дадут слово, удастся решить проблему. Как показывает практика, практически в 100% случаев означает решение проблему. То, что президент этот вопрос услышит, обычно означает, что какие-то подвижки в решении этого вопроса все-таки наметятся, причем в кратчайшие сроки. И когда двери в зал все же открывают, в прямом смысле начинается битва за место в зале, где будет сидеть президент. Но есть те, кто в очереди не стоял, в давке не участвовал, плакаты не рисовал. Это все о звездах федеральных государственных СМИ, или, как принято говорить, кремлевском пуле. Здесь и британский подданный Брилев, и Рада Зейналова с НТВ, Андрей Колесников, которого называют личным журналистом президента, Константин Эрнст в окружении подчиненных с Первого канала. Все в первых рядах. Они не нервничают. Знают, что нужный вопрос в отведенное им время они зададут. Итак, мы начинаем тогда чуть-чуть сначала с приоритетом для кремлевского пула. Давайте ИТАРТАС, собственно, Государственное информационное агентство. Идем дальше. Давайте ВГТРК. Может быть, после Рязани вот Сергей Брилев сидит. По самим вопросам и по тому, кто их задает, становится понятно, какие темы сейчас кажутся важными для близких к Кремлю СМИ. Экономика и ее мифический рост, ядерная война, международные конфликты, протесты во Франции. О происходящем в России говорят не так много. Например, про пенсионную реформу, с вопросом, о которой на конференцию приехал наш телеканал, заговорили лишь однажды. Да и то вскользь. Хорошо, хорошо. Все, переходим. Простите, пожалуйста. Переходим. Хотел небольшую ремарку про пенсионную реформу. Мне кажется, что пенсионная реформа здесь прошел такой момент. Наверное, где-то, скорее всего, вас в этом обманули. И вам не кажется ли, что здесь лучше в такой момент не стоит, может быть, стоит все-таки обратить на это внимание и отменить пенсионную реформу? Ответ сводился к следующему. Повышение пенсионного возраста было неизбежно, ничего не поделаешь. Но потребность в диалоге о реформе не отпала. Ближе к концу в зале появился плакат с надписью «Нужен ответ на миллион подписей против реформы». Ну и президент и пресс-секретарь сделали вид, что его нет. Если мы хотим еще немножко продолжить, то мы не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг. Если происходящее и вначале слабо напоминало пресс-конференцию, то в конце это и вовсе стало похоже на концерт. Крики, подпрыгивания на месте, аплодисменты. Владимир Владимирович! Владимир Владимирович! Владимир Владимирович! Проходит чуть меньше четырех часов, и Владимир Путин покидает зал. 14-я пресс-конференция президента официально завершена для президента. Журналисты же расходиться не спешат. Делают фотографии за столом, где сидел глава государства. Делятся эмоциями. Большинство так и остались без ответов. Те же, кто ответ получил, противоречий в происходящем не видят. Хотелось бы, чтобы, может быть, такие мероприятия проходили чаще. У меня появилась осторожная надежда, потому что уже было столько этих слов, обещаний и всего остального. Для журналистов, региональных журналистов, в особенности, все равно главное событие года. Я могу сказать, что это и для Владимира Путина одно из главных событий года. Но это событие, где президенту когда-то действительно можно было задать острые и волнующие вопросы, за 14 лет, по сути, превратилось с одной стороны в хор жалобщиков, с другой – в отработку определенных тем. И, похоже, всех это устраивает. Екатерина Лукашенко, Виталий Суботин. Воскресные новости. ТВК. Москва. Прошедшую пресс-конференцию мы продолжим обсуждать уже во второй части выпуска с политологом Сергеем Комарицыным. Какие смыслы прозвучали в ответах президента? Было ли сказанное сигналом и для кого? И для чего нужны такие события? А пока президент отвечал на вопросы, на валютных рынках едва не случилась паника. В четверг рубль по отношению к евро и доллару начал стремительно дешеветь. Обещания экономического рывка ускоренного роста ВВП не убедили инвесторов. В четверг официальный курс доллара 67 рублей 11 копеек. В пятницу уже 67,37. Причем в ходе торгов американская валюта дорожала до 69 рублей. Но под закрытие биржи курс был скорректирован до 68 деревянных за доллар. С евро та же картина. В четверг за европейскую валюту давали 76 рублей 47 копеек. А по итогам пятничных торгов она подорожала до 77,97. Главная причина такого падения дешевеющая нефть и прогнозы американского Федрезерва о масштабном кризисе на развивающихся рынках. А еще на неделе президент позволил Центробанку запрещать уличные табло с указанием курса валют. В интернете шутят, информация же на табло не позитивная, вот и нужно ее ограничить, чтобы не расстраивать лишний раз граждан. Олег Кожемяка на неделе официально вступил в должность губернатора Приморского края. Несмотря на то, что с окончания выборов не прошло и недели, ставленник Кремля решил не тянуть с инаугурации и уже в четверг поклялся на верность народу края. Возможно, спешка связана с желанием побыстрее закрыть вопрос с итогами голосования. Выборы в Приморье растянулись на три месяца и стали одними из самых скандальных в современной истории страны. В сентябре итоги второго тура были отменены из-за фальсификации на участках. Если бы этого не случилось, то губернатором края стал бы коммунист Андрей Ищенко. Но по данным политологов, власть не могла допустить победы оппозиции. До повторных выборов Ищенко не допустили. И Кожемяка победил с результатом 62%. Эксперты обращают внимание на странное распределение голосов избирателей по участкам и предполагают, что и в этот раз итоги были подделаны в пользу кандидата от власти. Подводим итоги самого важного политического события недели – пресс-конференции президента. Спустя 30 лет после появления в России. Теперь Макдональдс есть и в Красноярске. Вы смотрите «Воскресные новости ТВК». Мы продолжаем обсуждать пресс-конференцию президента, которая прошла в минувший четверг. У нас в студии находится Сергей Комарицын, это политолог. Сергей Гурьевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Сергей Гурьевич, вы смотрели наверняка пресс-конференцию. Какие моменты показались важными вам? – Общее впечатление. За эти годы этот формат несколько деградировал, мягко говоря. Потому что ничего яркого на этот раз не произошло. Если сравнить с другим форматом, с прямой линией, там хотя бы понятно, что происходит и какие будут последствия. Потому что там миллионы каких-то вопросов, конкретных записок, которые по разным каналам идут, они обрабатываются. На них потом есть ответы. Пусть формальные, пусть где-то, ну, решают. В том числе то, что касается каких-то проблем на местах, в регионах. Здесь вроде бы то же самое, только проводниками участвуют журналисты. Но ничего, кроме этих 54 вопросов, задано не было эти все вопросы дежурные практически. Там несколько конкретных проблем, которые удалось кому-то решить. На мой взгляд, для 1700 журналистов это такой нулевой результат. Само вот это действие, оно такое неоднозначное впечатление производит. Потому что стыдно, конечно, за нашу журналистскую профессию, значит, за людей, которые ее представляют. То, что мы видели, это, конечно, смешно. Но, с другой стороны, это очень полезно, потому что это дает некий социальный такой портрет нашего общества. Да, и какой у нас портрет получился? Ну, мягко говоря, не очень, так сказать. А вы делаете вывод по ответам или по самим вопросам? Я делаю вывод по содержанию вот этих вопросов, по поведению, потому как и по желанию, чего хотели вот эти люди. Ну, не все, конечно, и ваша там группа была только, но и не дали, так сказать, возможность задать вопрос. Но в целом, если брать, вот региональная журналистика наша, ну, она печальная, на мой взгляд, вообще. Такая картинка-то очень печальная. Ну, не будем о грустном. Какие основные выводы можно сделать, вот поглядев на пресс-конференцию? Есть ли там определенный смысл для общества или для элит? И считывается ли он? Да, в свое время вот эти форматы, они родились как предвыборные давно на начале, так сказать, президентского пути Владимира Владимировича. Сейчас они выродились. Сейчас непонятно, для чего собирать такое количество. Ну, 1700 человек. Зачем? Если 50 вопросов. И выхлоп-то, ну, какой он, так сказать, с точки зрения даже эффективности кремлевской пропаганды, я тут особого выхлопа не вижу. Более того, есть некоторое раздражение. Вот впервые за все эти годы никогда там интернет-сообщество не занималось какой-то реакцией на вот эти мероприятия. А сейчас даже на прокремлевских каналах, где шла трансляция, там на Царьграде, на Лайфе, там на вот этих каналах, число этих дизлайков оказалось больше, чем лайков. То есть зрителям больше, в несколько раз. А главный государственный канал Россия-24, они закрыли счетчик. Они просто прекратили и, во-первых, перестали писать там эти вопросы. Но вот эти самые лайки-дизлайки, значит, они просто их закрыли, потому что их оказалось значительно больше, чем тех, кто одобряет. Это я про, значит, реакцию, отношения, да. Дизлайки – это очень важный момент. Их количество действительно существенно возросло. И если смотреть вообще по рейтингам и опросам, ведь рейтинг Единой России и президента в том числе существенно падает за последнее время, особенно после пенсионной реформы. О чем это говорит, опять же, и почему власть предпочитает этого не замечать? Ну, она, власть-то как бы живет в своей, вот эта вот верховная власть, она такой в своей собственной какой-то там атмосфере. Там какие-то... Вот впервые Владимир Владимирович на этой пресс-конференции явно был не готов, потому что он фантазировал там очень много с цифрами. Вот если сравнить его выступление в прямом эфире и, значит, инограмму, которая на Кремле НРУ на его сайте была опубликована. Значит, как минимум там 23 поправки по цифрам, потому что то, что он называл, оно было как-то из области из какой-то США. Ну, он там говорил, что Брит... На вопрос Брилева, британского, так сказать, гражданина отвечал, что вот Британия там вкладывает прямых инвестиций 22 миллиарда. Еще откуда взял вот эти цифры 22 миллиарда? Нету. Значит, они там поправили, да. Что ущерб от санкций антироссийских для Европы, по, значит, данным Европарламента, никогда этим вообще не за это, не его функция. Значит, там 500 миллиардов составляет. Ну, не 500, там тоже на сайте поправили 50, ну, на самом деле, еще меньше. И не прямой ущерб, а неполученная прибыль там. И так далее. По запасам нашего газа, которого у нас на Ямале больше, оказывается, чем, значит, во всем остальном мире. По разведанным, там, у нас всего 18, значит, процентов. Ну, к формированию определенной повестки мы уже привыкли. Да, это очень много, но на самом деле это все-таки не больше, чем во всем остальном мире. Ну, и так далее. То есть он явно, вот, когда эти цифры там называл, по перевозкам авиационным, что они выросли на 46 процентов, еще они выросли на 46 процентов, да. Сергей Григорьевич, еще важный момент. А как вам кажется, почему в этот раз было значительно меньше острых вопросов? Потому что до этого, так или иначе, ну, они проскальзывали и они отрабатывались. А в этот раз даже про пенсионную реформу это... Я думаю, тут две-три причины. Первая, все-таки, это, наверное, попытка управлять этим процессом, ну, со стороны администрации, пресс-службы, да, президента. Потому что, ну, мы помним, первые вопросы были заданы от президентского пула, от прокремлевских журналистов, это все понятно. Вот, то, что касается региональных, вот здесь вторая, мне кажется, причина. Ведь на самом деле, только Доброхотова одного, по-моему, не пустили, значит, главного редактора «Инсайдера», да, на эту пресс-конференцию. Всех остальных, тех, кто аккредитовался, всех пустили, хотел. Ну, то есть это качество СМИ? Да, думаю, что эта причина существует, безусловно, то есть наши региональные журналистики, когда вот задавали какие-то, ну, частные вопросы, пусть для них там они, может быть, кажутся какими-то важными, но в целом, если вы общаетесь с президентом, ну, есть, вообще-то, чего его спросить. Вот, ну, к сожалению, уровень нашей региональной журналистики равно очень слабый, да. Что ж, на столь печальной ноте мы закончим нашу беседу. Спасибо вам большое, что пришли в студию. Я напомню, у нас в студии находился политолог Сергей Комарицын. Мы подвели итоги пресс-конференции президента. А теперь к происшествиям. Накануне в Пермском крае загорелась шахта «Солокамск-3» компании «Уралкалий». Семнадцати человек, находившихся под землей, восемь успели покинуть объятый дымом забой. Еще девять остались на глубине 360 метров. Сегодня на поверхность спасателям удалось поднять тела восьми горняков. Неизвестной остается судьба еще одного шахтера. Шансы обнаружить его живым минимальны. По предварительным данным, в забое проводился ремонт. И по неустановленным пока причинам загорелись стройматериалы. Из-за гибели рабочих в Солокамске отменены все развлекательные мероприятия. Траур власти Пермского края пока не объявляли. А на неделе случилось то, чего ждали многие футбольные болельщики страны. Виталий Мутко ушел с поста президента Российского футбольного союза, причем ушел по английски, не объясняя причин. Критики регулярно обвиняли его в некомпетентности. По образованию он речник. Ни дня он не играл в профессиональный футбол, да и тренером не был. Когда Мутко возглавил российский футбол в 2005 году, сборная была на 33-м месте в рейтинге FIFA. Сейчас она на 48-м. Свою карьеру спортивного менеджера он начал руководителем футбольного клуба «Зенит». Мутко из питерских в 90-х работал в мэрии Северной столицы вместе с Владимиром Путиным. Эксперты считают, что его непотопляемость продиктована принципом «своих не сдаем». Вот и сейчас он хоть и ушел из спорта, но работает вице-премьером России по строительству и региональному развитию. Конец цитаты. Петрова жители города активно критиковали и даже требовали уволить. Было это, когда в городе в раз убрали несколько автобусных маршрутов. А уже в конце года стало понятно, что и тариф на проезд будет повышен. Это тоже популярности чиновнику не добавило. В отставку Петров уходит еще и на фоне скандала в муниципальном предприятии «Гортранс». Профсоюз пожаловался на нищенские зарплаты, нехватку запчастей и крайнюю изношенность троллейбусов и трамваев. Аванс у нас маленький, там даже до десятки не доходит аванса. А зарплата, ну кто-то 12 получил. Ну думайте сами, какая зарплата у нас, если аванс даже десятка не выходит. В среду на рынке Красноярского общепита зажглась новая звезда. Первый в городе Макдональдс открылся на улице Шахтеров. Не обошлось без накладок. Открытие ресторана постоянно переносили, и его двери открылись ближе к вечеру. Информация об этом живо разлетелась по всему городу, и сотни горожан мигом примчались за фирменными бутербродами. Наплыва посетителей первой не выдержала дверь заведения. Строители установили ее с браком, а посетители доломали. Клиенты также жалуются на долгое ожидание заказов. Вскоре Макдональдс обещают также открыть на Перенцона и Копылова. Но уже сейчас можно предположить, американские ресторанчики станут одними из самых популярных в городе. Два часа ждали, сидели, в машине грелись. Обещали где-то открыть к 2-4 часам. А сейчас мы ждали очень долго этого момента. А вообще по идее 12 минут где-то ждали, когда откроется Красноярский бюро Макдональдс. Серьезно? Ну да, еще с детства. Так, чизбургер хотелось или что это? Откуда такая мечта? Мечта? Первый раз, когда в Москве побывал, побывал в Макдональдс. И тогда в бургеры не покушал, покушал только картошку 3. А вот потом зародилась такая маленькая мечта побывать в Макдональдс в Красноярске, чтобы не ездить далеко в Москву. Как-то мечты сбываются. Серьез ждал Макдональдс очень давно. Первый ресторан Сети открылся еще в Советском Союзе в 1990 году в Москве. Тогда это был символ перестройки и нового будущего. Несмотря на годы пропаганды о том, что ничего хорошего в Америке нет, очередь в первый Макдональдс растянулась тогда на километр. Было это 28 лет назад. И долгие годы еда из Макдональдса воспринималась как сувенир. Первая штука, которая удивила тебя, когда ты выбрался из Красноярска? Макдональдс, да, там. То есть у нас в Красноярске чувак привозил нам Биг Тейсти из Москвы в самолете. А тут он как бы был вот здесь. Подожди, ты шутишь? Нет, Биг Тейсти просто в пакете. Он говорит, что вам купить в Москве? Он говорит, что вам купить? Он говорит, ну купи нам Биг Тейсти. Он говорит, хорошо, беру 4. И мы встречаемся на предмостной площади. У него полный пакет вот этих больших полиэтиленовых маков. Он такой, а это тебе, это тебе. И мы такие, ехать, какая вкуснятина. Сколько стоит Новый год, расскажем сразу после рекламы. И женский взгляд Юлии Сорокиной на события недели. Новогодние утренники на неделе омрачил инцидент на елке мэра. В этот раз праздник проводили в развлекательном комплексе MagicLand. 17 декабря на девочку там упала 70-килограммовая металлическая конструкция, которая была установлена в фотозоне. Школьницу доставили в больницу. У нее сотрясение мозга и разбит нос. В палате ее навестил мэр Сергей Еремин. Он пообещал наказать виновных и поручил еще раз проверить комплекс на безопасность. По данным мэрии, до этого случая MagicLand уже инспектировали. И вроде бы все было исправно. 16 900 рублей. Столько, по данным статистиков, россияне потратят на новогодние праздники. Причем эта цифра из года в год только растет. Но люди все равно планируют встречать главный праздник страны на широкую ногу. Покупают икру и дорогой алкоголь, заказывают готовую еду и покупают путевки в жаркие страны. Сколько стоит Новый год? Выясняла Алена Крашенинникова. Взяли гуся, утку взяли, 5 тысяч летели. Вот так влетели на стол к Александру новогодние угощения. Из кошелька улетели деньги. С нынешними ценами, говорит красноярец, новогодний стол – дорогое удовольствие. Набор продуктов одинаковый с года в год. Салаты, горячие, та же утка, алкоголь. А еще закуски, икра, фрукты. Вот только каждый год стол становится дороже. По данным Росстата, стоимость салата сельд под шубой не изменилась, а вот оливье подорожала на 17 рублей. Общая же новогодняя корзина, говорят аналитики, обойдется в 6300 рублей. Это почти на 300 рублей дороже, чем в прошлом году. И хотя цены горожан не радуют, но на новом году красноярцы экономить не будут. Ну, наверное, тысяч на пять, на шесть, не меньше, наверное, да? Если не больше. А икру планируете ставить на стол? Купили обязательно. Как без нее? Обязательно закусывать чем-то надо. Ой, я думала больше пяти, потому что продукты очень дорогие. Дорогие? А что подорожало? Все. Тысяч 15-20. Икра, рыба, мясо, птица, гусь. До пяти, наверное. Туда войдет шампанское, наверное, курица или утка, или гусь. Ну, и так по мелочам. Икру будете ставить на стол в этом году? Да. Судя по потребительскому опросу, большинство красноярцев планирует закупиться примерно на пять тысяч рублей. И 80% сказали, что на их столе будет такой продукт, как красная икра. Ее мы положим первой в корзину. Сейчас попытаемся собрать полную корзину потребительскую, которая окажется на столе красноярцев. Красноярцы, судя по опросу, предпочитают разное мясо. Это может быть и говядина, и птица, например, утка, или, например, кролик. Но мы возьмем в нашу корзину стандартный вариант – куриную тушку. Вот такая сумма чуть больше трех тысяч получилась у нас. Точнее, три пятьсот семнадцать. Это самый минимальный продуктовый набор, который мы смогли закупить. Здесь есть овощи, конфеты, шампанское. Учитываем, что здесь нет того количества алкоголя, на которое обычно рассчитывают красноярцы. И здесь нет скоропортящихся продуктов, и нет тех изысков, к которым привыкла каждая определенная семья. Ну и итого у нас получилась средняя цена, еще раз повторю, три тысячи пятьсот семнадцать рублей. Забираем наш продуктовый набор. Для тех, кто сам стоять у плиты в Новый год не хочет, есть уже готовая продукция в супермаркетах. На нее, к слову, спрос вырастает на 20% к празднику. По цене готовый салат или горячее выйдет примерно так же, как если готовить эти продукты самостоятельно. А вот заказ из кафе и ресторанов дороже, особенно ближе к новогодней ночи. Горячие блюда выйдут дороже примерно на 10%, салаты даже на 20%. Сколько фурша стоит в такмаке? 6 тысяч на взрослого, 2 тысячи на ребенка. Да. А некоторые вовсе проблему с готовкой и покупкой продуктов решают радикально, отмечают вне дома. Сейчас бронь стоит уже на 90% мест на Новый год. Средняя цена от трех до семи тысяч на человека. В нее входит алкоголь, еда, развлекательная программа. А вот цены на загородные коттеджи и базы отдыха в этом году значительно выросли. Номер обойдется от пяти до десяти тысяч рублей за двое суток. Банкет, как правило, оплачивается отдельно. Из года в год число желающих уехать на Новый год, оно практически постоянное. А многие уже готовы встречать Новый год в теплых странах. Турагенты рассказывают, мест практически нет, а разбирать туры на зимние праздники начали еще с сентября. В сентябре и в октябре можно купить достаточно демократично. Можно рассматривать цены на Юго-Восточную Азию, допустим, от 40 тысяч на человека. Уже эти же показатели к декабрю возрастают на 30, 40, 50 процентов. А иногда увеличение достигает и 100 процентов. Если вылет перед Новым годом и затрагивается встреча Нового года 31 декабря, тогда практически во всех странах и во всех отелях дополнительно оплачивается новогодний ужин. В среднем россияне, по данным аналитиков, отдадут 16 тысяч 900 рублей за весь Новый год. В том числе и за подарки. Эксперты рассказывают, красноярцы стали на них экономить. Особенно это касается техники. Дорогим смартфонам предпочитают более дешевые аналоги, дорогим часам фитнес-браслеты, дорогим беспроводным наушникам, бюджетные варианты с теми же функциями. Средняя цена подарка, она значительно сокращается. То есть, если раньше, то есть, люди, которые приходили, то есть, цена была где-то от 10 до 40 тысяч рублей, да, то есть, на тот подарок, не то, что покупают себе, а то, что покупают для родных, для близких и так далее, то в этом году мы наблюдаем, что люди стараются находить подарки стоимостью от 500 до 4000 рублей. Затянуть пояса красноярцы планируют в январе, после праздников. Экономить на главном празднике страны никто не готов. Как бы ни жаловались люди на цены в магазинах, на столах всегда будут оливье, шампанское, икра. Путевки в жаркие страны будут раскуплены, и подарки будут стоять под елкой. Алена Крашенинникова, Николай Чистяков и Сергей Малафеев. Воскресные новости. Выпуск продолжит женский взгляд Юлии Сорокиной на события этой недели. Добрый вечер. Если честно, к здоровому питанию я имею такое же отношение, как к балету. Ну, то есть никакого, увы и ах. Поэтому меня совершенно не взволновала новость о том, что в Красноярске открывается сразу несколько Макдональдсов. Но открывается, открывается, думала я. Сторонники так называемого ЗОЖа пусть не ходят, если им не нравится. А я, может быть, даже и схожу в Макдональдса. Что тут такого? А еще я не автолюбитель, и поэтому далеко не сразу обратила внимание на историю с Макдональдсом на Алексеева, где его разрешили поставить едва ли не на разделительной полосе. Но потом я наткнулась в Фейсбук на высказывания депутата и предпринимателя Константина Сенченко. Абсолютно уверен, что никому из местных предпринимателей никогда бы не согласовали размещение ресторана на Алексеева. За прошедшие годы огромное количество предпринимателей потеряли свои торговые точки, которые были снесены под эгидой благоустройства, сказал он. И вот тут-то, наконец, в мою голову закралась мысль, что история с Макдональдсом, она не такая простая, как кажется. Ну, во всяком случае, не совсем про фастфуд. А потом я узнала про Макдональдс здесь у нас, на Копылово-Волочаевской, и поняла, что эта история совсем не про фастфуд. Итак, на Копылово-Волочаевской, где теперь будет Макдональдс, раньше был детский образовательный центр много лет. Многие красноярские семьи это очень хорошо знают, потому что туда ходили их дети. Более 20 лет этот центр дополнительного образования возглавлял Евгений Васильевич Кузнецов. У него звание «Лидер в образовании» и медаль «За заслуги перед городом Красноярском». И при нем этот детский центр вошел в книгу рекордов Гиннесса. Вот только представьте себе. Но теперь там будет Макдональдс, а детский центр из книги рекордов Гиннесса перенесли на Пирогова-1а. Что такое это самое Пирогова-1а? На собственный телефон снялся тот же депутат Сенченко, за что ему, кстати, огромное спасибо. Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные комментарии. Вы сами видите картинку. Пирогова-1а – это, по сути, боксы и гаражи. И сюда переселили детей. Так что история с Макдональдсом на Копылова – это история вовсе не про здоровое питание и гамбургеры. Это история не про бизнес и деньги. Это история даже, наверное, не про коррупцию, и уж тем более не про инновации и пресловутую столичность. Это история про уважение. Прежде всего, к самим себе и собственным детям. Я считаю, что это принципиально важная история. Вы знаете, я думаю, Красноярск становится лучше на самом деле. Например, самая большая елка Евразии, пусть даже мэр ее называет как-то по-попсовому звездой Евразии, это хорошо. Ведь это же даже прикольно, когда елка 18 этажей. И подсветка мостов новая очень красивая, и здание речного пароходства, и все это плюс 10 баллов к столичности. И шишки эти гигантские кедровые с подсветкой в семи районах города странноватого цвета они, правда, но все равно это неплохо, пусть будут. И поклонный крест на Дрокинской горе, новый символ Красноярска, высотой, кстати, 47 метров выше, чем статуя Христа в Рио. Это ведь тоже все неплохо, пусть будет. Но все это не имеет никакого смысла, пока детские центры переселяют в гаражи и боксы. Иными словами, без подлинного уважения к себе все внешние улучшения будут лишь улучшательствами, и не более того. Но так глобально мыслю похожи только я, а в первом Красноярском Макдональдс, в первый день работы, сломалась дверь, не выдержала наплыва посетителей. Многие из пришедших прямо так вот и признавались, что сходить в Макдональдс в Красноярске – это была их мечта. Зародилась такая маленькая мечта – побывать в Макдональдс, в Красноярске, чтобы не ездить далеко в Москву. Как-то мечты сбываются. Бойтесь мечтать, мечты сбываются. На этом все. До встречи в наступающем году. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин